всем привет друзья мои рад вас всех приветствовать на своем канале приятного аппетита если кто-то кушает и смотрит это видео ну что поехали сегодня у нас на обзоре smart watch китайской компании call me если кто не знает это переводится как smart часы давно меня просили какие-либо смарт-часы заказать вот благодаря моему подписчику сергея они у меня в руках брались они на 11 11 по моему там что-то за полторы тысячи рублей сейчас они стоят дороже вот в такой коробочке это все дело приходит шло достаточно долго ссылочку на продавца естественно я укажу в описании под видео также оставлю ссылку на кэшбэк вот такая вот коробочка вот такие часы естественно они включенные уже протестированные мною тестировались они с 24 числа да то есть грубо говоря сегодня у нас 27 третий день их тестируем комплект поставки не богат это устройство для зарядки часов то есть вот таким образом это дело все устанавливается вот так совмещаются два контакта и соответственно эта часть в usb вставляется и все это дело у нас заряжается заряжается достаточно быстро порядка часа вот эта красота это не что иное как от продавца qr-код на его магазин типа там пять звезд составить и прочее такое и здесь же у нас инструкция по эксплуатации который желательно будет прочитать так как там в середине инструкции есть qr-код который который ведет вас на программу которую необходимо скачать для того чтобы провести синхронизацию часов с телефоном ну естественно программка это у меня уже скаченная кстати сказать скачать ее можно не по qr-коду заходите play market выбираете вот дофит и соответственно скачиваете его открываете давайте откроем ну здесь можно выбрать пол год рождения давайте все по чесноку сделаем рост ну ладно угадали вес вес не угадали 70 вот так нажимаем галочку разрешаем доступ и gps у потому как часы при нахождении на улице соответственно могут просчитать вам путь сколько вы прошли там по по какому-то определенному маршруту вот это мне очень нравится вроде как русский язык но вот это вот увенкнуть и это я даже не знаю какого это ну увенкнуть и что делать спустя небольшой промежуток времени у нас появляется наш браслет call me v11 и вот система ему пытается подключиться причем как после подключения видите и включена то есть это я так понимаю это на украинском но я ничего против не имею пиключена до пиключена сразу вам скажу по поводу автономности автономность меня честно сказать не радует то есть вот сегодня третий день абсолютно банальной эксплуатации часов и от 100 процентов осталось уже 18 то есть к вечеру они сдохнут это я вам гарантирую из-за того что мы можем настроить в часах с помощью приложения циферблат вот у нас три циферблата соответственно здесь можно выбрать либо два стандартных заводских либо вот этот в котором изменяется фоновая картинка на экране ну я как бы сторонник немножко класс классического образа поэтому вот такой вещицей пользуюсь то есть циферблат абсолютно стандартный такой учетом того что часы на русском языке но к сожалению стартовая страница все равно у нас на английском то есть здесь steps тюздэй двадцать седьмой десембер вот сто сто сорок килокалорий я уже джо ну и соответственно три цвета из них самые большие зачем-то именно секундная стрелка и 61 bpm это ритм сердца моего далее уведомление разрешаем удавление и включаем вот эти две позиции сообщение чтобы выводилась вам телефонная книга при звонке кто вам звонит на экран часов и соответственно вы могли прочитать уведомление также здесь у нас можно выбрать ватсап но вот это вот увенкнуть и меня просто вымораживает я не знаю вот доступ надо разрешить обязательно и другие вот если вы не включите вкладку другие соответственно нет ни от чего кроме вот этого вот списка приложений из которых ну мне лично интересен только ватсап все остальное мне просто отсутствует но может быть у кого-то еще будет присутствовать инстаграм мы в это я понимаю ну twitter с фейсбуком но это такое себе и вот это другие другие вот что мне здесь сразу выбешивает то есть на часах часто вам покажу на часах мы как только выбираем вот видите вот все сообщения какие-либо от телефона вообще нужны ненужные то есть сейчас вот так вот если у вас не google клавиатура а выбрана какая-либо еще клавиатура установлена кроме гугла то есть на часах появляется сообщение о том что у вас данный момент работает ну там сторонние клавиатуры я не знаю для чего это нужно вот ну вот на данным на данном телефоне на котором я именно привожу демонстрацию возможности часов у меня гугловская клавиатура она все нормально как только попадается ну на том же самом на моем основном телефоне honor 8x там у меня сторонняя клавиатура стоит и соответственно от нее все уведомления как только я начинаю букву нажимать приходит на телефон чтобы пользоваться там клавиатурой не знаю для чего это постоянно вот у меня 90 процентов уведомлений который забивает мне тут весь экран это уведомление клавиатуры так по уведомлению я думаю все понятно будильник телефоне будильник выставляете соответственно ребята не ведитесь на вот на эту надпись один раз если вы не включите день недели когда вам конкретно нужен будильник никакого будильника у вас не прозвенит первый день я сразу же проспал работу выбираем конкретный день недели либо же конкретные числа конкретные дни недели и соответственно в те дни недели будет звонить вам будильник дальше ничего съемка возможно фотосъемка с помощью часов то есть здесь мы включаем режим фото вот такой вот вот и соответственно телефоне можно включить дистанционно с часов фотоаппарат сделать съемок какой-то снимок вот ну не знаю для чего эти шпионские вещицы но это есть вот другие здесь ребята ну полный полный анал карнавал происходит здесь во первых вот это вот перевод я не знаю но уже полно вероятно что у китайцев есть не только гугл переводчик но еще и друзья и знакомые которые не знаю бывают в китае могут помочь в переводе с английского на русский то есть не беспокоить близко мы выбираем это те моменты можно выбрать когда часы у вас не будет вас будить ну допустим ночью вот с нуля допустим до семи вы знаете что вы спите в этот день ночью с этих часов можно включить там вот ну допускай будет семь часов вот семь часов нажимаем готово нажимаем сохранить и соответственно они вас не будут будить в эти моменты но это абсолютно не работает чтобы я не выбирал часы все равно меня уведомляют а о том что тут приходит какое-либо сообщение ночью там без разницы соответственно ну нет нет а бывает ночью от вибрации прошипались кстати от вибрации вибрация здесь но насколько короткая насколько это возможно то есть это доля секунды вибрации и вот здесь вот вот здесь сверху горит зелененький ну опять таки это достаточно быстро заканчивается он пару раз моргнет и выключается зелененький светодиод быстрый просмотр быстрый просмотр это ничто иное как поворот при повороте запястья гироскоп срабатывает и вы видите что у вас зажглось зажегся экранчик вот если мы здесь допустим ночью чтобы бесполезно не тратить аккумулятор выстрелись с нуля до опять-таки 7 часов вот такие вещи нажимаем сохранить и теперь смотрите сейчас у нас на часах 13 47 чтобы я не делал больше гироскоп не работает то есть часы больше не включается хотя в теории я поставил что я хочу с нуля до 7 это делать то есть это вот такой вот бак системе не удивляйтесь поэтому приходится это все дело выключать обратно все установить на нули и и смотрите раз все все сразу заработал погода система темп цельсиус и фаренгейт то есть фаренгейт на русский язык перевели от цельсий у них сожалению ума не хватило этот цельсиус я не знаю это заклинание из гарри поттера а мне прилетело обновление соответственно часы шагомер давление 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 не знаю ребят каким образом давление эти часы меряют но по моему это абсолютно рандомные показатели я в это не верю вот от слова вообще и уровень кислорода тоже не представляю каким образом часы могут померить уровень кислорода в организме в крови не делая детальный анализ то есть это все бред полный вот gps необходимо это вот на открытом воздухе соответственно мы нажимаем пуск и он вам считает там маршрут где где вы были чего там бегали прыгали и прочее такое это это вот для чего нужно было разрешать часам доступ точнее часам программе доступ gps и вот посмотрите дополнительные данные обучения шмых и тут ребята все начинать надо с чистого листа ну как бы намекают китайцы вот вот такая вот программка ну в принципе что вы ожидали за полторы тысячи рублей чтобы они там не знаю как яблочные часики были которые стоят там 20 ну нет такого не будет программу необходимо поставить на замок чтобы ее телефон не выгружал из памяти иначе вам перестают приходить уведомления уведомления скажу вам откровенно приходит ну допустим 4pda в новом посте мне приходит информация и здесь наверху появляется название раздела форумов то есть про какой телефон начало вот этого вот сообщения то есть как таковой прочитать с часов малореально сами часы круглые но это обманка экраном слютно-квадратный это на хорошем солнечном свете видно теперь давайте самим часам сбоку у нас кнопка которая возвращает нас назад на главный экран ну на хом первое здесь у нас это количество шагов ну вот это мне спортивно я не знаю что это спортивно хоть бы это видимо по-польски вот следом у нас идет это сон ну здесь спать 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 печь такая либо есть спать либо нет спать это у нас проверка пульса соответственно это пульсометр здесь у нас обучение и здесь большое количество ходьба беговая велосипед скакалка бадминтон баскетбол футбол и подтверждается все это дело гибким нажатием кнопки сенсорной на экране которые ну экран сам скажу вам сразу прикрыт такой пленочкой но она больше похожа на транспортировочную нежели на какую-то нормальную пленку потому что она поцарапалась очень быстро но сейчас она на экране я ее не стал сдирать здесь у нас как вы видите прогноз погоды уведомления здесь у нас уведомления их тут у нас помещается три штуки и все три видите ну вот смотрите это что касается уведомлений от 4pda вот у нас тема лигу М11 и обсуждение что там какое уведомление часы об этом не уведомляют это у нас тонометр если кто-то не знал то пресс крови это именно тонометр это вот перевод я не знаю ну боженько писал здесь у нас O2 это количество кислорода в крови тоже написано пресс-тарт ну пресс это нажать пресс поймите что я думаю всем ясно понятно что в русском языке пресс это либо кубики либо либо его нет но вот здесь вот пресс это нажать это съемка с телефона и это возможность управления стоковым плеером то есть сток плеер который у вас назначен по умолчанию им возможно управлять часов то есть следующую дорожку плей паузу ну не знаю нужно это нет я мне проще сделать это с наушников и здесь у нас настройки здесь очередной косяк в телефоне ну сейчас в нем первое это у нас три стиля переключения то есть три стиля экрана больше стиля нет не знаю закачивать сюда наверное нельзя здесь у нас секундомер здесь мут закрытия вообще не знаю что это это наверное чтобы не знаю часы в тихий режим перевести я так и не понял здесь сброс настроек до заводских здесь выключение и регулировка яркости зажимаем смотрите вот у нас есть до середины и потом максимальная то есть первая вторая третья и максимум то есть здесь нельзя более плавно откорректировать яркость вот я хожу с тремя и так же здесь у нас qr-код для скачивания дофи вот такие часы не знаю понравится вам не понравится сейчас мы проведем эксперимент с измерением пульса итак мы возьмем не что иное как рулон туалетной бумаги и наденем на него часы имитируя руку часы кстати с силиконовым ремешком достаточно мягкий так есть такое и нажимаем старт посмотрим насколько качественный датчик сеть биения здесь стоит итак ребята как вы понимаете она живая живая я думаю вы поняли точно так же мы можем сейчас измерить ну давайте содержание кислорода 96 процентов содержания кислорода дышит падла еще из кислорода да что ты черт побери такое несешь ну что я думаю поняли вы да насколько тут все это дело у нас на каком качественном уровне ну вот такой вот обзор ребята на часы сейчас придут еще одни смарт-вотч компании юми диджи они буквально вот-вот уже придут поэтому ставьте колокольчик чтобы не пропускать следующее видео если это видео этот обзор понравился ставьте лайки ребят обзор лайфовый абсолютно никаких заранее сценарий все все как есть от души от сердца без всякого вранья и подготов понравился обзор ставим лайки подписываемся на канал ну а пока пока